Нет ничего важнее для человека, чем знание истины, ибо истина есть Создатель. Как я вам только что сказал, человек, которому предоставлено право выбора своего пути, выбора своей траектории, имея огромное количество вариантов воплощений, сам становится генератором энергетического хаоса. «Человек своим присутствием или проявлением в плотном плане как бы моделирует для себя, для своего сознания условия пространства, ибо то, что предстоит вам познать, казалось бы, ничего не имеет общего с теми представлениями о мирах, которые сложились у вас в плотном плане. Поэтому, сотворяя вас, я стремился создать условия, подобные сотворению вечности, обеспечивая вам и вашему сознанию возможность возвышения, ибо только пытливый ум мог бы в хаосе событий и суеты понять тонкую закономерность вечности в условиях великого множества событий, энергетических потоков, накладывающихся друг на друга. Пространство действительно бесконечно в проявлениях планов и уровней энергии, когда при встречных волновых потоках и происходит кристаллизация энергий в тех местах, где достигаются условия высшей гармонии целого, условия абсолюта. Так устроено мироздание, где в бесконечном множестве свободного проявления энергетических информационных потоков формируется великое множество фракталов, которые при синхронизации подобия создают более крупные энергетические узлы, обеспечивая в этих кластерах энергии высшую гармонию, высшую упорядоченность матрицы целого. Обращаю ваше внимание на то, что фракталы, казалось бы, совершенно свободные в проявлениях энергии, в хаосе выбора траекторий, тем не менее, обеспечивают при синхронизации вибрации единый ритм, который и является высшей гармонией целого. Иными словами, свобода выбора траекторий развития, совершенствования, динамической системы, в условиях покоя вечного движения, вечности, есть основа достижения высшей гармонии, есть условия достижения уровня совершенства целого и возможности становления им. Я вам уже подсказал, что динамические, вечно развивающиеся системы не могут иметь строго ограниченных траекторий в силу того, что упорядочение или предсказуемость делают тонкий план нечувствительным к возмущениям малого порядка. Хаос, как ни странно звучит для вас, есть проявление беспорядка и порядка одновременно. Однако гибкость и легкая восприимчивость к любым тонким возмущениям есть основное условие совершенствования системы или пространства. Исходя из этого, человек, вечно ищущий свой путь среди множества возможных траекторий своего движения к свету, порождая хаос или нагромождение бесконечного множества событий, проявляет себя в совершенствовании своего сознания. Только синхронизация, говоря вашим языком, достижения любви, есть основа кристаллизации, достижения высшей гармонии энергии и есть условия для человека стать целым, стать Богом. Обращаю ваше внимание на то, что каждый человек должен самым активным образом участвовать в процессе совершенствования периферии целого, ибо, как я сказал, только активное, свободное проявление воли человека создает кристаллы энергии высшего порядка целого в океане хаоса человеческого общества. Всякого рода насильственная попытка создания единых, общих условий проявления без понимания канонов вечности опасна, потому что ограничение проявлений свободного выбора снижает вероятность синхронизации информационных потоков, вероятность кристаллизации энергии, и, значит, усредняет проявление энергии, понижая ее потенциал. Вы помните потенциал толпы? Потенциал толпы низок и приближается к уровню сознания животного только от того, что, ограничивая условия свободного проявления личности и снижая ее активность, создает низкоэнергетические потоки искусственно упорядоченного пространства. Порядок в данном случае не является достижением уровня высшей гармонии, ибо ограничение проявления свободы выбора понижает энергетический фон, создавая низкочастотное пространство серого эгрегора. По этой же аналогии, человеческая власть, установленная не по божественным канонам, являющаяся искусственным, принудительным выравниванием гармоник встречных волновых потоков, приводит к регрессу общества, потому что, не понимая принципов построения божественного пространства, изначально выстраивает деструктивную структуру, ограничивающую свободное проявление воли человека. Нельзя создать синхронную вибрационную систему, какой является и человеческое общество, нарушая основной принцип развития или совершенствование фрактального пространства. Человек является ярким проявлением фрактального строения мира, и свобода творчества, как и свобода выбора, оптимального с энергетической точки зрения, есть достижение совершенства или кристаллизации энергии целого. Поэтому, говоря вам о пространстве, я каждый раз подчеркиваю бесконечное множество состояний и проявлений энергии, как и бесконечное множество встречных волновых потоков, которые, несмотря на кажущийся хаос, находятся в синхронизированном, гармонизированном состоянии, создавая в этом общем пространстве центры кристаллизации целого. Поэтому целое не является равномерным пространством, а есть гармоничное, универсальное, бесконечное множество энергетических планов, в точках пересечения которых достигается высший порядок и высшая гармония Абсолюта. Наглядно строение пространства вам легко представить, взяв в руки известную вам матрешку, которая как раз и есть простейший пример фрактального подобия. Пространство состоит из бесконечного множества матрешек, и такое строение есть проявление свободы выбора творчества, фрактального подобия вечно развивающегося целого. Вот почему ваше проявление в плотном плане есть лучшая школа постижения истины, пройдя которую человек может достичь уровня сознания человека-бога. Такой уровень развития сознания человека достигается только при приложении ума и при постижении, понимании и принятии канонов покоя вечного движения. Хаос или свобода выбора траектории на уровне человека, выбора им мыслеобразов и промыслов, есть моделирование сотворения мира, ибо только в хаосе, в котором проявляются беспорядок и порядок одновременно, при едином ритме вечности могут быть достигнуты синхронизация и высшая гармония различных проявлений. Поэтому, говоря вам о хаосе, а значит о свободном проявлении вами своего выбора, я по существу благословляю вас на духовное творчество, на поиск гармонии человека и Создателя. Только в этом высоком духовном поиске можно достичь условий кристаллизации энергии, а это значит, можно достичь уровня совершенства целого. Не ограничивайте свой духовный поиск, ибо только он является основой развития пространства, основой совершенствования вашего сознания, и только в творчестве лежит ваш путь к вершинам абсолюта. Не пугайтесь проб и ошибок, ибо в них есть надежда достижения синхронизации ваших сердец и единения в божественном проявлении. Ведь путь к вершинам абсолюта — не столбовая дорога, а бесконечное множество тропинок осознания истинности божественного пространства. При этом помните основной канон вечности, констатирующий равенство встречных волновых потоков, что наверху, то и внизу, или неравенство порождает равенство. Поэтому, принимая данную мной свободу выбора, всегда думайте об ответственности за свой выбор, ибо не каждый путь обязательно ведет к Богу. Изучайте себя. А изучив себя, вы постигнете строение пространства, ведь вы есть генераторы хаоса и порядка одновременно. Я вам уже сказал, что пространство не может быть с однородной энергетической массой, простой геометрической матрицей, ибо все течет и все изменяется, и фрактальность — есть проявление единства и многообразия планов миров. Поэтому во множестве, в многообразии потоков энергии проявляется гармония единого целого, и каждый из вас есть отдельная личность, есть фрактал, в многообразии которых и проявляется Создатель. Ибо многообразие создает единство, целостность и универсальность пространства, способного чутко реагировать на любые возмущения среды, генерируя в ответ новые формы проявлений. Вы разные, и вы единые, но синхронизация ваших помыслов обеспечивает фрактальное подобие и проявление в вас целого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова